МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости седьмого канала. В студии Наталья Архипова. И сейчас главные темы этого дня. И на том свете достанут. Предъявлен судебный приказ человеку, который 8 лет уже находится туда, откуда уже не возвращается. С умершего еще 10 лет назад красноярцы пытаются взыскать долг за вывоз мусора. Свято место пустовать не будет. Построим храм, будем молиться за город, о здравии живущих здесь. На стрелке все-таки построят храм, причем уже в этом году. Чем объясняют такую спешку священнослужители? Школа закрыта. С утра написали в чат, что не будет уроки, перевели в дистанцию. Анонимный хулиган разослал письма с угрозами в десятки учебных учреждений. А кого тогда задержали в январе? Оставьте директора в покое. Коллектив встанет просто и напишет заявление. А там уже встанут родители. Директор из Дюшор, которая отправила троих воспитанников на Олимпиаду, хотят уволить. Родители заступились, но услышат ли их? Долги с того света. В Красноярске семья получила необычное судебное решение. Согласно ему, их родственник, умерший еще в начале 2010-х, задолжал за вывоз мусора за последние два года. Люди возмущены, ведь придется доказывать, что близкого давно уже нет на свете. Должны ли родные платить долги за почивших? Разбирал сэдинец Козлов. Предъявлен судебный приказ человеку, который 8 лет уже находится туда, откуда уже не возвращается. Вы не ослышались, брат супруги Юрия умер еще в 2011-м, однако, судя по судебным документам, он с 2019 по 2021-й был жив-здоров, раз задолжал за вывоз мусора. Сначала в дом пришло судебное решение, якобы хозяева задолжали 3000 за мусор. Это удалось оспорить, ведь платили исправно. Но выяснилось, что часть долга, около 1000 рублей, записана на имя почившего родственника. Как он учился, этот человек, на вот эту вот должность, чтобы быть финансистом по этим всем делам, не разобравшись ничего, не поставив никого в известность, с нами, ну даже вот чисто по-человечески, пришла бы документ о том, что такой-то, такой-то, у вас существует долг, будьте добры, либо оплатите, либо мы подадим на вас суд. Вот это уже будет сигнал для того, чтобы мы пошли разбираться. Ну это досудебная форма разбирательства этого все. Они этого не сделали, они просто-напросто собрали все документы и отправили в суд. При этом в судебном приказе, кроме ФИО и адреса, никаких данных нет. Место, дата рождения, работа, черным по белому указано, неизвестно. Решение есть, дальше разбирайтесь с приставами. Мировой суд нам сказал, ждите, это пускай они к вам приходят, там уже будут они разбираться. То есть это уже к суду не относится никому. В компании Ростех, которая требует деньги за услуги, уверяют, что не они ошиблись, а сами люди не сделали положенного. Якобы основная причина ошибки, что документы о смерти не поступили куда надо. Начиная с 2019 года, в течение двух лет, 2019-2020 год, начисление АМАС производил энергосбыт. То есть у нас был заключен договор, начисление начислял энергосбыт. При данных, которые они нам передали, то есть мы продолжили по этим данным делать начисление. А также мы производим сверку с управляющей компанией, могу ошибиться, но ежеквартально это точно. И данные получаем от них. Однако это мало вяжется с тем, что в платежках все это время почивший родственник не фигурировал. Да и документы, по словам его сестры, в управляющую давно отнесли, сразу после смерти. Вопросы возникают не только к мусорщикам, но и к суду. Интересная история получается. Я лично позвонил в мировой суд, а потом и сходил туда, где мне в приватном разговоре сказали, что никаких баз данных и информации о людях они попросту не проверяют. Вот и имеем в итоге, что смертвецов долги вытрясают. Специалисты сферы ЖКХ уверены, мусорщики просто воспользовались устаревшими базами. Оттуда и ошибка. Однако и суд должен был для начала идентифицировать гражданина, с которого планируют взыскивать долг. К счастью, платить за родственника по закону не надо. Если они не являются представителем, законным представителем данного гражданина, то и отменить судебный приказ, вынесенный в его отношения, они самостоятельно не смогут. Поэтому по факту попытки взыскания со стороны Ростеха по отношению этого гражданина, уже никое взыскание просто будет провести невозможно в силу его смерти. Поэтому на подобный судебный приказ можно просто не обращать внимания, просто потому что он обращен на человека, которого на сегодняшний день уже давно нет в живых. В любом случае, чтобы приставы не ломились в квартиру, требовать деньги с мертвого, придется нести свидетельство в Ростех. Наверное, чтобы подобные ошибки не повторялись, суд надо подавать самим людям, причем на обе инстанции, как минимум за возмещение морального ущерба и потраченное время. Денис Козлов, Павел Ваницкий, Седьмой канал. Волна ложных минирований снова прокатилась по Красноярску, однако в этот раз обошлось без массовых эвакуаций. В 7 утра учителя начали рассылать сообщения родителям, что уроков сегодня не будет. Занятия отменили в 86 школах города. В Управлении образования информацию о срыве уроков подтвердили, но почему это произошло, не говорят. По словам родителей, дело снова в письмах о минировании. В сети даже появились сообщения, которые ночью якобы пришли в образовательные учреждения. Неизвестный пишет, что он монстр и нашел способы, как сделать взрывчатку. Из-за этого утром возле школ дежурили сотрудники полиции и Росгвардия. Волна лжиминирований прокатилась по Красноярску в середине января. Сообщения о якобы заложенных в здании бомбах поступали не только в школы, но и, например, в детские сады, техникуме, в торговые центры, суды и на автовокзал. Это продолжалось пять рабочих дней подряд. После чего в Красноярске задержали двух школьников. На 11-классников завели уголовное дело и поместили в СИЗО. Глава краевой полиции Александр Речицкий тогда заявил, что подростки причастны к лжиминированиям не только в нашем городе, но и в других регионах, а даже странах. Сейчас правоохранители официальных комментариев о ходе расследования не дают. Однако в интернете люди возмущаются. Задержали, выходит, не тех. Ну а парней зато посадили. Изначально не верила, что они есть причина эвакуации. Это для отвода глаз всё. Просто подростки сейчас такие. Как бы хайпануть? Нашлись вот ещё и индивидуумы, которые решили, что они круче этой парочки, и их уж точно не поймают. Особо опасные преступники пойманы. Интересно, а кто мог это сделать? Мы уже вторую неделю на дистанте. А что, удобно учителям учить? Задали родители? Объясняйте. До 20.00 отправите ДЗ. Оценку поставим. Мучения, да и только. Никто никого не вычислил. Максимум, кого могли поймать, это школьников, которые за 100 рублей координировали реальных заказчиков по знанию города и объектов. А вот сами источники, я так подозреваю, в какой стране могут находиться? Там никакой ВПН не поможет. Режим чёрного неба продлили ещё на сутки. Он начался неделю назад, 27 января, и закончится предварительно завтра, 4 февраля в 19.00. После чего ситуация или улучшится, или режим продлят ещё раз. Как сообщает Роспотребнадзор, состояние воздуха в Красноярске не самое радужное. Более чем в полтора раза превышено содержание оксида азота, а диоксида азота более чем в три раза. Также превышено содержание оксида углерода и взвешенных частиц. Дышать тяжелее всего в Кировском и Октябрьском районах, а также в Покровке и Северном. Ещё на 300 больше в крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявили ещё 3317 новых пациентов. Из них в Красноярске 2052. Впервые в столице края зафиксировали больше 2000 заболевших за сутки. Как всегда, госпитализируют каждого десятого обратившегося к врачам. На карантин с подозрением на коронавирус отправили ещё 9 тысяч человек. Выздоровели за сутки 925 бывших пациентов. 19 не справились с болезнью. Рост идёт и в других регионах. В Москве почти 27 тысяч заболевших за последние сутки. В Петербурге 20 тысяч. Всего в России сегодня диагноз коронавирус поставили 155 тысячам человек. Храм на Стрелке начнут строить уже этой весной. Правда, будет это не то монументальное строение, эскизы которого показывали горожанам в 2012 году. Церковь, которую хотят воздвести сейчас, будет несравнимо скромнее. Деревянная и всего 21 метр в высоту. По мнению священнослужителей, он хорошо впишется в ландшафт, будет гармонировать с деревянной набережной, а рядом разобьют детскую площадку, установят скамейки и обнесут территорию живой изгородью. Это знак покаяния с нашей стороны. Отцы, основатели города похоронены вот здесь, на том месте, где мы гуляем, где идут концерты. Поэтому с этим ничего не поделать. Поэтому построим храм, будем молиться за город, о здравии живущих здесь. Ну и в ту же очередь будем молиться о покоении основателей города. Сами священнослужители и не скрывают. Они, по сути, решили застолбить место, на которое указал патриарх Кирилл, когда приезжал в наш город. Тогда такое решение вызвало большой диссонанс. Многие красноярцы выступили против строительства храма в этом месте. А в епархии объясняли, что городу-миллионнику по статусу требуется новый кафедральный собор. Сейчас им является Покровский на Сурикова, но он уже не соответствует требованиям. Строить новый собор очень дорого, и денег на это до сих пор не нашли. Поэтому пока решили построить маленький храм, причем он разборный. И в случае, если красноярцам что-то не понравится или придет время строить кафедральный собор, его разберут и перенесут в другое место. Над директором школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта Натальей Жоголевой нависла угроза увольнения. Женщина руководит школой с 1989 года и вырастила не одно поколение спортсменов. Родители и тренерский состав категорически против увольнения и устроили собрание, чтобы отстоять педагога, а вместе с ней и спортивное будущее детей. Собрание возмущенных родителей изначально должно было проходить в самом здании школы фристайла. Однако служба безопасности выступила против съемок. Даже хотели нажать тревожную кнопку, но никто из охранников не вспомнил, где она расположена. Поэтому родители, тренеры и журналисты спокойно вышли на улицу и пообщались на больную для собравшихся тему там. Как я ему объясню, что вот сейчас у тебя нет тренера, потому что в школе все тренера уволились. Мама маленького спортсмена не скрывает от сына тревогу за его будущее. Ребенок и сам понимает, сейчас решается его судьба. Накануне много не мало спортивное будущее. Дело в том, что над бессменным директором школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта Натальей Жоголевой и на виз до моклов меч в виде угрозы увольнения. Родители опасаются, что со сменой руководства поменяется и качество тренировок, которое сейчас на высшем уровне. Мы боимся, что наших тренировок станет меньше. Мы также ростим наших спортсменов, и чтобы у нас не прекращался этот процесс. Потому что в данный момент все организовано очень здорово. Очень хороший тренерский состав. Мы хотим, чтобы все это оставалось именно на этом же уровне. За более чем 30 лет, которые Наталья Михайловна посвятила школе, она вырастила не одно поколение спортсменов. Большая часть тренерского состава – ее воспитанники. Будет не преувеличением назвать коллектив большой семьей, в которой Наталья Михайловна больше, чем руководитель. В случае, если решат попрощаться с ней, прощаться придется со всеми. Коллектив встанет просто и напишет заявление. А там уже встанут родители. У нас все очень просто. Мы слаженный, дружный коллектив. То есть, если уволят, то уйдут все? Да. Спортсмены вместе пережили многое. В том числе нищету 90-х, когда практически не было финансирования и выкручиваться приходилось своими силами. И школа не просто выжила в лихое время. Она стала лучшей. Причем не только в Красноярске. Сейчас это одна из самых сильных спортивных школ в России. Судить об этом можно по спортсменам, выросшим в ее стенах. Ребята то и дело становятся участниками международных соревнований. А сейчас троим воспитанникам Натальи Михайловны предстоит защищать честь страны на Олимпиаде в Пекине. Тренеры недоумевают, за что титулованного директора можно увольнять. А родители понимают, что школы с тренерами и руководством такого уровня им просто не найти. Мы знаем, как организован в других школах процесс тренировочный, в принципе, организационный процесс. Нам есть чем сравнить. Здесь высокий качественный уровень. То есть все детально, все простроено, обо всех подумано. Наши дети обеспечены снаряжением. Наши дети ездят в летние лагеря на спортивные сборы. Наталья Михайловна, она знает каждого ребенка, каждого родителя. Она всегда за всех болеет. К ней ее, по-моему, ночью разбуди. Она всегда скажет, какой результат был и как он ездит. Очень просим сохранить нашего директора и тренерский состав в том составе, какой он есть. То ли просьбы родителей были услышаны, то ли просто стечение обстоятельств. Но после собрания стало известно, что контракт с Натальей Жоголевой будет продлен. Правда, на несколько месяцев. Вопрос, что будет, когда и он истечет, повис в воздухе. Наталья Архипова, Виктория Мартоник, Валерий Чащин. Седьмой канал. И сегодня воспитанник Жоголевой Никита Новицкий первым из красноярцев приступил к борьбе за медали зимней Олимпиады 2022. Прямо сейчас он участвует в квалификационных заездах в дисциплине «Могул». Это спуск на горных лыжах по бугристому склону. Звезды проходят на территории снежного парка «Гентин». Никите Новицкому 21 год. Он большой фанат фристайла. На счету Сибиряка победы на Кубке Европы и Чемпионате мира среди юниоров. В лыжный спорт трехлетнего Никиту привел отец-боксер. Гармоничное развитие физических качеств позволило Новицкому достаточно быстро занять лидирующую позицию среди своих ровесников. Следующие заезды с участием Никиты пройдут 5 февраля. На коммунальном мосту начали латать дыры в асфальте. Начать ямочный ремонт приказал глава города Сергей Еремин. Работы будут проводить по технологии литого асфальта, которая позволяет ремонтировать дорогу, невзирая на мороз. До 10 февраля дорожники должны привести в порядок 500 квадратных метров. Затем бригады переедут на другие адреса. Всего в списке 50 улиц. Среди них лесопельщиков, грунтовые, металлургов, академгородок и другие. Ориентировочные работы по технологии литого асфальта продлятся до апреля. Уголовка за любовь к подглядыванию. Следственный комитет по краю возбудил дело на мужчину, который установил скрытую камеру и наблюдал за квартиранткой. Речь о случае, произошедшем осенью, наш канал об этом рассказывал. Молодая девушка обнаружила в съемной квартире устройство, которое ввело скрытую съемку. Она обратилась к правоохранителям. Они выяснили, что в октябре прошлого года 44-летний мужчина установил в квартире камеру. Она транслировала изображение на его компьютер и телефон. После чего сдал жил площадь. Сейчас злоумышленника обвиняют сразу по двум статьям. Изготовление шпионского оборудования и незаконный сбор сведений о частной жизни. Дожидаться суда он будет под стражей. Наричанин перевел деньги террористу и сел за это в тюрьму на 9 лет. Свою деятельность 31-летний мужчина начал еще 5 лет назад. Тогда он не только снабжал деньгами боевика, который собирался совершить теракт, но и публиковал в социальной сети материалы, которые призывали спонсировать такие организации. И выкладывал посты с оправданием их существования. В отношении Наричанина возбудили уголовное дело по двум статьям. Содействие террористической деятельности и публичные призывы к ее осуществлению, оправданию или пропаганду терроризма. Вину подозреваемого удалось доказать. Теперь он за решеткой. Вы смотрите новости седьмого канала. Телефон редакции 2 900 333. И мы продолжаем выпуск. Комедия «Горе от ума» под ритмы и мотивы 80-х годов. Ночная экскурсия с фонариком для любознательных красноярцев. И любимый французский фильм на больших экранах. Как интересно провести выходные в городе, расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша». В музейном центре Площадь мира пройдет ночная экскурсия. Путешествие по музею начнется 4 февраля в 8 часов вечера. Музей будет закрыт. И только небольшая группа посетителей в полутьме будет передвигаться по музею. Разглядывая выставки, красивую архитектуру и наслаждаясь зловещей тишиной в непривычной обстановке. Места ограничены, необходимо приобрести билеты заранее. Также пригодится QR-код. 5 февраля на экраны вновь вернется любимая зрителями французская комедия «Один плюс один». Ее покажут в синема-партии «Несей» в субботу. Сеанс начнется в 20.25. Богатый аристократ, пострадавший в результате несчастного случая, нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы – молодого жителя предместья Дриса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дрису удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. На сцене театра Пушкина покажут «Горе от ума» от действия известной комедии. Игры Боедовой с 19 века перенесется в 70-е годы прошлого. Знакомые зрителю персонажи окажутся в интерьерах московского метро и примерят модные костюмы советского времени. А в качестве музыкального сопровождения – хиты тех лет. Комедию в двух действиях покажут 5 февраля в 6 часов вечера. Купить билеты можно по пушкинской карте. В воскресенье в Доме кино покажут документальный фильм «Страсть Анны Мальяни». Как говорят критики, это погружение в мир золотого века итальянского кинематографа и в жизнь одной из ярчайших актрис истории. Премьера прошла на 72-м Каннском кинофестивале. Картина основана на неопубликованных ранее материалах из личного архива одной из ярчайших актрис в истории и разговоров с величайшими звездами того времени. Начало 6 февраля в 6 часов вечера. Красноярцы обеспокоены странными следами в небе. Жители Покровки и Академгородка заметили 4 одинаковые параллельные друг другу полосы. Фотографии необычных узоров на небе быстро разлетелись в интернете. Одни люди начали всерьез предполагать, что этой ночью пролетали самолеты, которые распылили коронавирус. Другие предлагают первым вернуться за школьную парту и заново выучить физику. Спор в социальных сетях продолжается до сих пор, и пока сторонам не удается убедить друг друга в своей правоте. А вот, кажется, и ответ, откуда могли взяться в небе над Красноярском странные узоры. В Красноярском крае в небо поднялись истребители. В регионе начались масштабные маневры. Экипажи будут учиться искать и уничтожать самолеты-разведчики условного противника. Наши истребители при помощи комплекса «Заслон-М» могут одновременно контролировать до 20 целей в радиусе 300 километров. При этом все самолеты связаны единой сетью и могут передавать координаты цели друг к другу. Летчики будут тренироваться одиночно на высотах от 400 метров до 18 километров над землей, а также в составе пар и звеньев. Учения продлятся до конца недели. Кроме истребителей, в учениях принимают участие и транспортные самолеты, а также наземная техника. Мужчина спас девочку от собаки, а его объявили педофилом. Родительские Чатыканска запестрили сообщениями «В городе маньяк, дети в опасности». Писали, что якобы педофил ошивается на территориях школы, поджидает там ребят. А восьмилетнюю девочку даже пытался утянуть за собой, но ребенку удалось вырваться и убежать. Инцидент действительно имел место быть. Родители даже написали заявление в полицию. Однако злодей оказался героем. Выяснилось это после опроса очевидцев и анализа видео с уличных камер. Оказалось, что на территорию лицея собежали собаки. Девочка испугалась и не знала, как ей идти домой. Отец одного из учеников увидел это и провел ребенка мимо стаи псов, взяв за ручку рюкзака. Родители девочки уже осознали свою ошибку и забрали заявление. Стоимость бензина в Красноярске растет быстрее, чем в других регионах. Школьники устроили погоню за псом-воришкой, а Сергея Шнурова лишили странички в инстаграме из-за Собчак. Об этом мы не только в двух словах. Расскажем далее. Красноярский край стал лидером по росту цен на бензин. По итогам последней недели топливо подорожало на 1,1%. На втором месте Магаданская область там рост составил ровно 1%. Меньше всего цена бензина выросла в Москве и Санкт-Петербурге по 0,2%. Средняя цена по России на топливо 92 марки 47,5 рублей. 95-й 50 рублей 70 копеек. 98-й 60 рублей 20 копеек. В Красноярске, несмотря на лидирующий рост, бензин стоит на несколько копеек дешевле, чем в среднем по России. Бродячий пес украл у школьника пакет со сменкой и сбежал. Мальчик с одноклассниками устроили за ним погоню, но поймать пса с его добычей долго не удавалось. На кадрах, которые разместил паблик «Я живу в Красноярске», видно, что собака просто играла со школьниками. Она не бросалась на них и вела себя неагрессивно. Впрочем, то, что пес не злой, подтвердили местные жители. Александр Масляков второй раз заболел коронавирусом. «Ковид-19 второй раз подкрадывается ко мне и мне говорят, что какое-то время надо посетить дома», написал Масляков в своем телеграм-канале. Но первые игры КВН нового сезона все равно пройдут. Маслякова на них подменят известные КВНщики. Социальная сеть Инстаграм удалила страничку российского певца Сергея Шнурова из-за его скандала с Ксенией Собчак. Накануне артист опубликовал новую песню, в которой нелестно отозвался Собчак. Впрочем, история берет свое начало еще в 2018 году, когда Шнуров развелся со своей третьей женой Матильдой. Тогда Собчак встала на ее сторону. С тех пор между певцом и светской львицей напряженные отношения, которые вывелись в песню. Впрочем, страничку Шнурова Инстаграм восстановил, правда, без некоторых постов. Награды за достижения в области медицины, искусства, техники и других областях науки получили 45 талантливых студентов края. Своими трудами они вносят большой вклад в развитие науки. Например, изобрели аппарат для тушения торфяных пожаров. Сегодня состоялось торжественное вручение сертификатов на получение специальных стипендий. Каждая из них носит имя выдающегося жителя края. Ольга Шелик продолжит тему. На симуляторе есть электрикотерская машина. Буду заготавливать лес. Как правильно рубить деревья, какие из них можно или нельзя? И под каким углом это лучше делать? Об этом студентка Маргарита знает все. Рассказывает, что разбираться в таких тонкостях заставила профессия. Сейчас девушка учится в магистратуре. Она разрабатывает аппарат, способный потушить торфяные пожары. Свою разработку считает необходимой. Ведь тушением таких очагов у нас в стране занимаются люди. Сейчас я работаю над базовой машиной высокой проходимости для лесозаготовительных работ. Можно сказать, это будет как импортозамещение, потому что у нас сейчас нет в России таких больших производителей, которые могли бы заниматься такими машинами. Развитие студенческой науки поддерживает и высшая школа. Открываются специализированные лаборатории, приобретается современное оборудование для занятий. В институт регулярно привлекаются грантовые средства. Все это помогает воплотить идеи молодых ученых в реальную жизнь. Стимулирует развиваться в этом направлении и развитие лесной отрасли. Сегодня там нужны дипломированные специалисты с практическими навыками. Сегодня лесная отрасль очень серьезно развивается. Есть огромное количество интересных, высокотехнологичных, высокобюджетных проектов, которые запускаются в Красноярском крае. Поэтому специалисты в лесной отрасли сегодня крайне нужны. Мы постоянно реагируем на изменяющиеся внешние условия и вносим корректированные наши учебные планы, рабочие программы, так, чтобы обеспечить именно подготовку тех кадров, которые необходимы сегодня. Особо отличившиеся студенты за свои научные достижения получают не только гранты, но и стипендии. Их лауреатами стали 45 человек. Их наградили за достижения в области медицины, технических, гуманитарных и других наук. Причем каждая из номинаций носит имя выдающегося жителя края. Сертификаты о присуждении наградных выплат вручал лично губернатор края. Я убежден, что получение таких стипендий будет для вас не только определенным материальным подспорьем в вашей работе. Наверное, не это главное. А главное заключается в том, что они будут мотивировать вас к дальнейшим успехам в этих благородных и интересных делах. Вы очень молоды еще. У вас еще все впереди. Начиная с 25 января, учащиеся будут получать денежные вознаграждения. И это не единственный способ поощрения талантливой молодежи. Стипендии получают школьники, а также студенты колледжа и техникумов. Эту традицию 15 лет назад заложил Александр Рус. За это время награды получили более 600 человек. Ольга Шелик, Денис Козлов, Эдуард Баглай, 7 канал. Кофе ничуть не хуже, чем у профессионального бариста. А в деле создания сувениров им вообще нет равных. Парни и девушки с ментальными нарушениями перед матчем хоккейного Енисея устроили встречу болельщиков. Их угощали горячими напитками, показывали значки и магниты, сделанные своими руками. И даже предлагали научить Азам, например, как можно оригинально оформить кружку. Все это часть проекта «Право на счастье». Его задача – донести миру, что люди с инвалидностью не должны оставаться за бортом жизни. Они так же, как и все, нуждаются в общении, развитии, работе и творчестве. Перед началом матча ребята вместе с красноярскими артистами исполнили трогательную песню с говорящим названием «Жить». «Жить, жить, жить, жить» «Нам с тобой вообще всего не буду жить» «Нам с тобой будет злая» В Красноярском крае от ковида уже привили почти 800 подростков. Стоит ли дожидаться взрослой вакцины тем, кому до 18 осталось несколько месяцев, а кому вообще не стоит ставить прививку? Об этом поговорим с врачом-эпидемиологом Валентиной Третьяковой. Валентина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему все-таки пришли к тому, что прививаем сейчас подростков? Ну, первое, это наши дети это всегда особая группа риска. В том числе и подростки. Ковид молодеет. Заражаются все больше и больше детей ковидом. Все больше и больше детей болеют этой инфекцией. И не всегда заболевание протекает легко. Очень часто заболевание протекает тяжело. Появляется осложнение после принесенного заболевания. А это дополнительное стационарное лечение. Это первая причина. А вторая причина – больной ребенок, больной подросток ковидом может стать источником распространения среди людей, особенно пожилого возраста, которые в силу своей фоновой патологии не могут сделать прививку. Ну, а также для детей раннего возраста. Поэтому прививки детям нужно проводить. И после привитой ребенок, привитой подросток прививка защищает от тяжелых форм заболевания. Мы ее так называем детская прививка, но она, наверное, все-таки больше подростковая. Возраста там какой у нее? Прививка проводится с 12 до 18 лет. То есть с 12 лет. Чем она отличается от взрослой, которую ставят многие уже из нас и ревакцинируют? Ну, ее даже вот можно и называть, что вакцина как бы маленькая или детская. Почему? Потому что вакцина называется гам-ковид-М или спутник-М. Она абсолютно идентична взрослой вакцине, которую мы уже давно знаем, спутник-ВИ. Но разница заключается в том, что действующие вещества там в 5 раз меньше. Ну, то есть сами понимаете, что... Но вот когда проводились клинические исследования по применению вакцины детям, оказалось, что даже вот на такую незначительную концентрацию дети дают очень такой позитивный, адекватный иммунный ответ. Ну, как вот пишут в Сесаре, 93%. Если ребенку, допустим, скоро исполнится 18, вот 17-летний, да, взрослый, казалось бы, уже человек, стоит ли все-таки ждать, когда исполнится, и поставить взрослую, или все-таки не нужно откладывать это и уже сейчас привиться? Нет, надо сейчас привиться, потому что вот, как говорят, скоро не хватит уже греческого алфавита. У нас постоянно волна, 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 волна за волной, и мы не уверены, что все скоро закончится, поэтому нужно начинать делать прививку. Не дожидаться, да? Не дожидаться. А если, допустим, ребенок уже переболел? Если ребенок переболел, то через 6 месяцев после заболевания также можно делать прививку. 6 месяцев. А если болел недавно, все-таки нужно проверить антитела или подождать все немножко? Ну, если у него поставлен диагноз, что он действительно переболел ковидной инфекцией, то, ну, четко через 6 месяцев. Многие родители, в первую очередь, говорят о том, что вдруг вот на детский организм как-то она подействует не так, именно о безопасности. То есть это же действительно очень тревожит людей? Да, конечно, это тревожит людей, но надо сказать, что вакцина, она не содержит живого вируса. Поэтому никогда человек не может заразиться. Вакцина – это первое. И вакцина не дает положительных результатов теста ПЦР или других тестов лабораторного исследования на возбудителя новой коронавирусной инфекции. То есть она абсолютно безопасна. И если мы говорим, что она идентична взрослой вакцине, но концентрация ее там в 5 раз меньше, а мы уже прививаемся, ну, скажем, если начали прививаться с конца 2020 года, то теперь уже второй год мы прививаемся очень четко. И поэтому безопасность при проведении прививок, она, в общем-то, абсолютно аргументирована. Это первое. И проведенные клинические исследования, они показали, что ребенок, ну, дети переносят вакцину очень хорошо, без каких-то последствий. Кому из подростков нужно ставить прививку в первую очередь? Подростки, у которых, ну и вообще дети, в первую очередь у кого есть фоновые заболевания. То есть если вообще ребенок или просто взрослый с фоновыми какими-то, с фоновой патологией заболевает, то он ковидом, он болеет намного тяжелее, очень тяжело. Как и взрослые в принципе. Да, как и взрослые в принципе. И если, допустим, ребенок, особенно в подростковом возрасте, ну, во взрослом 15, там, 16, 17 лет, много, скажем так, путешествует в силу, допустим, занятия спортом и так далее, то, естественно, вот таким детям тоже нужно в первую очередь прививаться. Ну и вообще всем, кто желает. А противопоказания кому не поставят? Противопоказания, ну, их очень мало. Это, ну, вот сейчас вакцина применяется с 12 лет, поэтому противопоказаниями является возраст до 12 лет. Второе противопоказание – это тяжелые аллергические реакции в анамнезе жизни у ребенка. Если они таковые есть, то вакцинацию откладывают. Ну и временными, то есть вот временными противопоказаниями являются, если, допустим, человек, пациент сейчас болен, там, респираторной инфекцией или какой-то другой инфекцией или обострение хронического заболевания, то по выздоровлению ему делается прививка. Если все-таки решились, да, и ребенок, и родители, но, опять же, уточню, в любом возрасте ли дети могут, обязаны получить разрешение родителей? Нет. Прививка проводится с обязательного разрешения родителей для детей от 12 до 15 лет. То есть только с разрешения родителей. А взрослые и подростки этот вопрос решают самостоятельно. Кроме этого, перед прививкой ребенка обязательно, и вообще любого пациента, кто делает прививку любую, осматривает врач или фельдшер. И поэтому здесь вот двухстороннее такое решение. С одной стороны родители или пациент, и с другой стороны медицинский работник. Вот этот осмотр, он не отличается у взрослых и детей? То есть смотрят те же самые показания, да? Нет, конечно, не отличается. То есть проводится опрос, проводится осмотр, выясняется, если, например, врач или фельдшер ребенка, ну, знает давно, то он знает всю его, так сказать, фоновую, может, и как его состояние здоровья. А если он его или впервые обратился, например, вот на прививку, и медицинский работник видит его впервые, то, естественно, проводится опрос в любом случае. Осмотр и опрос. Если все-таки решили, допустим, или подросток сам, или подросток и его родители, куда обращаться, что делать, какие бумаги заполнять? Какие, ну, обращаться нужно, если, ну, мы говорим сейчас о детских прививках, то в детские поликлиники на данный момент. То есть во все районы города Красноярска вакцина поступила, например, если вот в Советском районе это три вакцинальных центра, и в Кировском районе тоже три вакцинальных центра, в остальных детские поликлиники, ну, по одному вакцинальному центру. Прививки проводятся в детских поликлиниках. Кроме города Красноярска вакцина поступила в город Норильск, Лесосибирск, Минусинск, Ачинск, Канск. Там уже началась тоже вакцинка. Да, и вакцинация началась, поэтому все идет полным ходом. У нас осталась буквально минута, наверное, для того, чтобы вот тем, кто, может быть, сомневается, родители или взрослые уже подростки, как-то главные аргументы, почему нужно ставить? Ну, кто сомневается, и вот я работаю врачом-эпидемиологом, и поэтому я прививке даже доверяю больше, чем себе. Это первое. И второе, на протяжении уже многих столетий прививка защищает нас от инфекционной, просто от инфекционной летальности, смертности, то есть вот, и прививку нужно делать. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Я уже традиционная нашим гостям здоровья. Да, и вам тоже всем здоровья. Спасибо большое. А у нас сегодня в гостях был врач-эпидемиолог Валентина Третьякова. И теперь информация о погоде. В пятницу, 4 февраля, в Красноярске облачно, без осадков, ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 19 градусов, днем до минус 8. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и ваши сообщения на наши вайберы и ватсап. Номер 8 391 2 900 333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Наталья Архипова. Всего вам доброго.